сегодня у нас очень интересный пост про полимерно-порошковую покраску так как у нас собственная полимерно-порошковая камера единственная у всех тепличников по всей россии прошу заметить 7 метровой красим мы очень много качественной продукции так сказать эксклюзив бывает так вот смотрите вот эта теплица меня стоит на даче на строящийся как видите тут все еще в процессе стройки честь сделано без угловых усилителей без таких усилий пятый год пятый сезон или четвертый сезон не суть важно она сделана из черной трубы 40 на 40 то есть задача не было переходные были цинк черного здесь сделано из черной трубы так вот если бы я бы ее покрасил бы просто бы эмалью как все многие знают она божда он стояла бы ржавая а тут она вся чистенькая но это та же самая грубо говоря машина если его поцелапы она будет жарить увидите увидел там черный там металл здесь был прогон мы испытывали убрали они оказались не нужны и получилось такое огромное стекло видите огромное стекло о чем я хочу рассказать о том что качественная полимерная порошковая покраска очень долговечна и очень много значит если мы красим черный металл раньше мы красили он там очень трудозатратная очень много трудозатрат в плане зачистки и все равно бывает что качество не добиться того желаемого которого хочет даже если это близко за счет потому что в основном вся труба идет горячекатана это что это означает что там бывают поры язвы и так далее которую при нагревании в печи до 20-200 град они потом раскрываются взрываются и так далее начинаются очаги коррозии вот мы от этого ушли потому что даже видите черно где вот тут вам показать вот она эти места вот она коррозия это 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 вот стружка еще вам сейчас покажу обойдуте плюс поэтому три хорошие на цинке почему цинка что да он дороже в пределах за тонну от 20 до 30 тысяч за тонну дороже но цинкованную трубу в чем плюс ее не надо шкурить не ловите механически обрабатывать ее просто обезжирить и швы хорошо обезжирить почему вот вы сколько видео смотрите маляры в первую очередь красят швы наносят краску и потом все остальное но даже минусы есть потому что даже взять если оцинкованную трубу она все равно черная сейчас я вам покажу где у нас поликарбонатской стороны задней части если попадает стружка между поли вот видите смотрите это стружка то есть упала сверху когда монтировали при когда находится между поликарбонатом и железом то естественно от важности начинает ведь точечки это не ржавеет это ржавеет стружка так называемая вот видите стружечка выпала и она потекла все при хорошей качественной покраски там практически же от нечем это вот то же самое что взять машину она ведь не ржавеет хотя это жидкая маль но если вы ее поцарапали или механических повредили то но в этом месте живет поэтому как обычно мы самые первые плане того что изготавливаем качественным продукт и предлагаем на сегодняшний день кроме алюминия даже с алюминием брать он тоже корродирует если его неправильно покрасить даже не так подготовить неправильно подготовить перед покраской он должен будет осваиваться то есть он не ржавеет он корродирует он начинает окисляться если не убрать пленку оксидную которую вот например с его заметили сколько показываем и механическим способом профи вот эти все витражи и так далее механическим способом убирается оксидная пленка чтобы было лучшее сцепление адгезия так скажем поэтому в тепличном мире на сегодняшний день мы самые первые по качеству каркасов предоставляемых слуг потому что это очень дорого содержать свою камеру свою покраску трудовые ресурсы и так далее так вот так что заказывайте и и будет у вас я вам даже сейчас покажу вот эти сравнения сразу мне тут есть все чтобы сравнить живую кино потом оставлю вот смотрите мне остатки от этой теплицы лет пять но поставили в этом в сезоне вот обратите внимание оцинкованные двери купе что с ними происходит чистом виде это первый сезон стоят они начали уже окисляться то есть такой белесый налет на них начал появляться заходим здесь стоит у нас под баклажанчики тепличка арочная полтора метра шириной она из черной трубы вот здесь смотрите эксперимент прогоны черные покрашены полимерным с порошковым способом арки зеленый грунт эмаль как мы раньше пять лет назад красили вот обратите не ответим аль живет почему мы их распродали прогона потому что когда конденсат скатывался он задерживаться на этом прогоне и вот эти прогоны все ржавели еще покажу она ведь и свежие они где-то на второй третий год начинает жили это первый год эксплуатации так в основном она вот прям течет то есть черные трубы даже когда мы применяли жидкую краску применять применяли качественную краску то есть гемо-ам 3 в 1 это старого типа поэтому вот так вот так что видите сколько у нас всяких на испытаниях теплица они все переработаны доработаны уже на один раз не на один раз то есть процессе эксплуатации также очень хорошая обратная связь от клиентов от заказчиков либо все улучшаем улучшаем так что покупайте у нас теплицы подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки и будет вам счастье она даже смотрите на скважины из полтора шли стоит домик временный там беседка стоит здесь еще вот заказала мне юля поставить качель на следующий год здесь будет огромный павильон на бассейном сделаем здесь поставить беседку ой беседку качели это наше хозяйство потом потихоньку строим строим собственно силами не нанимая никого поэтому заказывайте у нас теплицы делаем только качественный продукт поэтому полимерно-порошковая покраска это самый лучший вариант сегодняшний день других вариантов практически нет если кто-то знает другие напишите расскажите всем пока живом мире это у нас легенда 4м красится под степло еще раз всем напоминаю Кто спрашивал, зачем? Вот она оцинкованная труба, это отверстие сверху, и сверху порошок. И что мы получаем в итоге? Вот такую готовую продукцию. Видите, покраска такая полимерно-порошковая. Красота. Под заказ красим даже другие цвета. Упаковываете, обезжириваете и красите.